Настоящий отец Ойкиу, Джемаль, болезнь Ойкиу прогрессирует настолько сильно, что она теряет память из-за сильного приступа. Демир вместе с Угуром составляет план, чтобы Ойки вспомнила его и прошлое. Ойкиу теряет сознание в школе и попадает в больницу. Он прибегает к безжалостному способу отомстить Мурату Джандану, владельцу больницы. Джемаль потрясен, когда получает результаты теста на отцовство. Ойкиу, покинувшая школу, никому не сообщив, идет в дом, где, по ее мнению, они до сих пор живут с ее тетей. Он стучит в дверь, но дверь никто не открывает. Демир очень рад наконец найти Ойкиу и находит ее сидящей на лестнице в ожидании своей тети. Это называется история. Когда он подходит к ней, его беспокоит взгляд Ойкиу. Поднимаясь к нему по лестнице, Ойкиу все еще не узнала его. Он спросил Ойку, что ты здесь делаешь, девочка, она пытается положить руку ему на плечо. Но в этот момент он сталкивается с неожиданной реакцией Ойкиу. История спрашивает Демира, кто ты? Полностью ошеломленный, Демир делает еще один ход, говоря, моя дочь. Но Ойкиу внезапно встает и говорит, не трогай меня. Я жду здесь свою тетю. Кроме того, мне нельзя разговаривать с незнакомцами. От этих слов из глаз Демира текут слезы. Демир, которому удалось привезти Ойкиу в дом, в котором они жили, опустошен. Сказка спит. Демир решает сделать все, что в его силах, чтобы дочь помнила его. Но после того, как Ойкиу просыпается, она спрашивает, где ее тетя. Демир кричит, это твой дом, и подходит к Ойкиу, это твоя кровать, это твоя комната. Это дом, это твоя комната. Помните, говорит он, теперь история становится неконтролируемой, и он отвечает тем же и хватает Демира. Говоря, грязный лжец, это не мой дом, понимаешь, Демир, с болью от ситуации Ойкиу и того, через что она проходит, говорит Джандан о том, что он сказал ей правду. Они должны госпитализировать Ойкиу для ее осмотра. В больнице врач говорит их сану Демиру, история не помнит ни вас, ни вашу жизнь после вас. Демир потрясен услышанным. Когда Демир хочет вытащить дочь из больницы, он получает неожиданный ответ. Хозяин больницы идет в палату Мурата и говорит, как вы можете держать мою дочь в заложниках. Он подходит и разбрасывает свой стол. Узнав, что Ойкиу не выпишут, Джандан тоже входит в комнату Мурата вслед за Демиром. Вы понимаете, что делаете? Ты пытаешься отомстить мне, он реагирует. Тем временем Угур показывает Демиру способ заставить Ойкиу вспомнить его. Он начинает исследовать точность того, что Джемаль Асу написал в своем дневнике. Есть только один способ узнать, действительно ли Ойкиу его дочь. Джемаль идет в школу Ойкиу, чтобы понять это. Она находит пальто Ойку на вешалке в своем классе и берет одну из прядей волос Ойку. Когда Джемаль получает результаты теста на отцовство, он потрясен. Согласно тесту, настоящим отцом Ойкиу является он сам. Он забывает Ойку Демира. История страдает от потери памяти. Она не помнит Демира и ту жизнь, которую провела с ним. Также говорят, что Ойкиу нельзя выписать. Железо сходит с ума. Когда она не может видеть свою тетю, Ойку очень боится. Демир разрывает себя на части, чтобы Ойкиу вспомнила о немецком. Джемаль читает дневник Асу. Отец Ойкиу потрясен, прочитав то, что он написал о том, кто его настоящий отец. Асу написал, что он настоящий отец Ойку. Джемалью нелегко переваривать факты. Он думает, что делать. Остается только одно, объясни ситуацию Демиру. Для этого он отправляется в дом Демира. Когда Демир видит перед собой Джемаля, он приходит в ярость и хватает его за воротник. Джандан с завистью наблюдает за отношениями Ойкиу и Демира. Демир откровенно излагает свои мысли по этому поводу. Джандан сказал Демиру, история очень удачная. У него есть отец, который готовит с ним, ходит в школу и слушает его. Между тем, Ойку очень счастлив. Она делится своим счастьем со своим лучшим школьным другом Мирджаном. Он говорит Мирджану, что очень счастлив, потому что его отец вернулся, а Джандан говорит своей сестре, что он начал жить с ними. Он говорит отцу, который приехал забрать его после школы, что очень боялся, потому что они больше не смогут собраться вместе. Железо удивило. Он упрекает Ойку, говоря, что это за разговор. В рассказы, Джемаль собирался сделать тебе очень плохо, он причинил тебе боль, отец и в слезах обнимает его. Настоящие проблемы с железом только начались. Ему нужны деньги, а найти их не так-то просто. Кроме того, Димир был ошеломлен словами Джандана о том, что он должен напомнить ему о фактах болезни Ойку и о том, что он должен работать. Он говорит Угуру, что ему нужны деньги, и просит у него ссуду. Но Угур ничем не отличается от него. В нем нет денег. Димир, наконец, начинает работать в клинике Джандан. В анамнезе переживает один из симптомов, связанных с болезнью в классе. Он поднимает палец, чтобы ответить на вопрос учителя. Его учитель получает ответ на вопрос от кого-то другого, но Ойку не отвечает, подняв палец вверх. Его учитель зовет Ойку, но он ее не слышит. Его друг Меркан в шутку комментирует эту ситуацию с Ойку, мой учитель, Ойку сломлен. История все еще находится в бессознательном состоянии. Он уходит из школы, его учитель ищет его повсюду, но не может найти. Он сообщает ситуацию Димиру по телефону. Когда он узнает, что Димир Ойку пропал, он сразу идет в школу. Тем временем Мерджан рассказывает Димиру о том, что Ойку рассказала о его тете. Покидая школу, Димир идет в дом, где раньше жила Ойку со своей тетей. Он находит свою дочь, сидящей наверху лестницы. Когда Димир протягивает руку дочери со словами, что ты здесь делаешь, он сталкивается с неожиданной реакцией. Ойку, толкая руку Димира, говорит, кто ты. Железо разрушено. История его не узнала. Когда Димир снова сделал ход, Ойку сказала, не трогай меня. Я жду здесь свою тетю. И когда он говорит, мне нельзя разговаривать с незнакомцами, Димир плачет. Кто настоящий отец Ойку? Ойку расплакалась, сказав отцу, что очень боится, потому что они не смогут снова собраться вместе, что ей будет больно, что Джамаль сделает с ней ужасные вещи. Джамаль ошеломлен тем, что Асу читает в своей записной книжке. Он узнает, кто настоящий отец Ойку. Джандан и Димир Ойку женятся. Джандан делает предложение Димиру. Димир удивлен этим предложением. У них молниеносная свадьба, чтобы спасти Ойку. Димир, Джандан и Ойку начинают жить вместе. Джандан берет на себя господство в доме с первого дня. Димир тоже с трудом привыкает к этой ситуации. На самом деле, она говорит, я не думала, что так быстро буду скучать по одиночеству. Лунатизм рассказа пугает Димира. Рассказ встает в полночь и идет в комнату, где спит Димир. Когда Димир просыпается и спрашивает Ойку, что он там делает, он понимает, что Ойку не знает об этой ситуации. Поняв, что Ойке лунатик, Димир расспрашивает об этой ситуации своего врача. Врач говорит, что из-за болезни Ойку может ходить во сне. Новый план от Симал. Джамаль слышит, что Димир и Джандан поженились молниеносной свадьбой. Джамаль принимает меры, не теряя времени, чтобы испортить это счастье. Димир и Угор сдались полиции. Пока Димир и Угор убегали от полиции, Джамаль поймал их в лесу. В последний момент благодаря Угуру они были спасены от Джамаля. Джилет, который не собирается отказываться от этой работы до того, как они посадят Димира и Угура в тюрьму, составил новый план, они похитят Ойку, поэтому Димир придет к ним собственной ногой. Этот план также очень понравился Джамалю.